Так, начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наш вебинар. И сегодня он посвящен борьбе с запором. Для этого у нас есть достаточно эффективные инструменты, которыми являются Каскара, Нечелакс, Локла. Ну, можно еще поискать. Если хорошенько поискать, то найдутся еще и другие инструменты, которые помогают нам в этом непростом деле. Итак, первый вопрос. Как меня слышно, как видно? Надеюсь, что вы меня слышите. Если слышите, видите, то начинаем разговор. Итак, поскольку запор затрагивает проблемы толстого кишечника, то давайте поговорим сначала о толстой кишке. Толстая кишка – это конечный этап пищеварительного конвейера, где складываются все проблемы, которые мы не можем решить наверху. И в результате за все проблемы и за все неустройки, которые касаются работой желудка, тонкого кишечника, поджелудочного желудка, за все эти проблемы отдавается толстая кишка. Поэтому на нее приходится достаточно большая нагрузка, и пищеварительная нагрузка, и транспортная нагрузка. В толстой кишке идут достаточно важные процессы, о которых мы сейчас скажем. Но давайте мы посмотрим на нее подробнее. Толстая кишка занимает до двух метров длины кишечника, достаточно протяженный участок, а по толщине она значительно имеет больше диаметра, чем тонкая кишка. Соответственно, она вмещает достаточно большое количество содержимого, той пищи, которая завершает свой пищеварительный путь по желудочно-пищачному тракту, и в конечном итоге должна покинуть наш организм. И вот здесь возникают очень часто проблемы, которые связаны с тем, что содержимое присутствует, но покинуть по каким-то причинам не может, или покидается с очень большим трудом. Итак, толстая кишка состоит из нескольких отделов. Первый отдел, в который изливается содержимое тонкого кишечника, здесь показано стрелкой, это слепая кишка. Заканчивается она червеобразным отростом, который называется аппендикс. И дальше по ходу толстой кишки идет восходящая часть, поперечная, ободочная, нисходящая часть, сигмовидная часть, которая имеет такой извитой характер. И, наконец, прямая кишка, которая заканчивается ампулой прямой кишки, из которой вот содержимое кишечника выходит наружу. Нужно ли это знать? Ну, тем, кто делал колоноскопию, у кого брали биоптаты, и как раз биоптаты берутся ступенчато, начиная с подвздошной кишки, заканчивая прямой кишкой, эти люди достаточно хорошо знают, где, что такое восходящее, что такое сигмовидное, что такое прямая кишка. Потому что там берут себе биоптаты, описывается состояние, и, конечно, здесь возникает целый ряд проблем, о которых страдальцы, у которых есть проблемы с толстым кишечником, прекрасно об этом знают. Итак, основные функции проблемы толстого кишечника. Толстая кишка, как мы говорили уже, завершающий этап щаваритного конвейера. Что она делает? Здесь завершается переваривание пищи, при этом активную часть переваривания принимает наши микробиоты, и речь идет не только о нашем собственном пищеварении, но и микробном пищеварении. При этом микроорганизмы переваривают все, что осталось непереваренным, и дошло до толстого кишечника, плюс те пищевые субстраты и эндогенные вещества, которые не могут быть расщеплены нашими собственными ферментами. Поэтому кишечная микробиота, она переваривает трудногидролизуемые субстраты, усваивает их, соответственно увеличивается численность кишечной бактерии. Чем больше мы оставляем кишечный микроорганизм, тем больше этих кишечных микроорганизмов, толстого кишечника это и будет. За счет этого возникает проблема избыточного бактериального роста. То есть это результат того, что мы перекариваем нашу кишечную микробиоту. Ну поскольку толстая кишка вмещает основную часть нашего микробиоциноза, то это место обитания и метаболическая активность нашей собственной микробиоты, которая и сама живет, и помогает нашему пищеварению, и плюс поставляет во внутреннюю среду организма очень много полезных веществ. Ну начиная от витаминов, заканчивая незаменимыми аминокислотами, которые производят кишечные бактерии, и часть из этих полезных пищевых веществ всасывается в толстом кишечнике и поступает в кровь. Итак, последней функцией работы толстого кишечника это формирование каланг-масс и их выведение из организма. Казалось бы, ну что здесь важного, да? Но в конечном итоге то, что у нас продвигается к дистальным отделам кишечника, должно так или иначе покидать содержимое желудочно-шечного тракта. Но вот здесь как раз-то и возникают проблемы у тех людей, которые страдают с запорами. Для большинства людей, у которых нет проблем с запором, мы так же как воздух, вот мы дышим воздухом, мы не замечаем то, что его хватает или не хватает, а вот те люди, которые страдают, вот те как раз все это чувствуют, замечают и пытаются из этого положения выкрутиться. Итак, что еще происходит в том кишечнике? Ну, очень часто возникает диарене-сидром, связанное с повышенным газообразованием, улучшением, сдутием, болевым фактором. Это результат нарушения пищеварения. Мы не будем в это дело вдаваться, это отдельная история. Мы сейчас говорим о запорах. Наконец, очень много проблем, которые, кстати, касаются запора, они касаются нарушения микробиоты, нарушения микробиоциноза кишечника. Первая проблема – избычный бактериальный рост, когда количество бактерий начинает увеличиваться настолько сильно, что количество переходит в качество. То есть, наши полезные микроорганизмы, помимо того, что они нам помогают переваривать, усваивать пищу и защищают нас от патогенных микроорганизмов, они еще производят некоторые вещества, которые обладают токсической активностью. Поэтому, когда бактерий в кишечнике содержится не так много, иммунная система контролирует проницальность толстого кишечника и бактериальная интоксикация для организма для нас неактуальна. А когда их становится слишком много, иммунная система не способна контролировать проницаемость и возникает, наряду с избычным бактериальным ростом, вот те негативные последствия, которые характерны для этого состояния. Это эндогенные интоксикации. То есть, токсические вещества, продуцируемые в нашем собственном микроорганизме, активно проникает в внутреннюю среду кровь и возникает целый ряд очень серьезных заболеваний. Наконец, дисбактериоз. Что такое дисбактериоз? Чем отличается от избычного бактериального роста? Дисбактериоз – это появление в составе нашей микрофлоры патогенных бактерий, патогенных микроорганизмов. Это могут быть и бактерии, и бактероиды, и вирусы, и грибы, и гельминты. А все это ведет к, опять-таки, к интоксикации, к поражению, к проблемам, которые затрагивает и толстый кишечник, и весь наш организм. Наконец, существует еще понятие кишечной инфекции, когда попадают не просто патогенные бактерии, а крайне агрессивные патогенные микроорганизмы. Отсюда возникают очень тяжелые поражения с воспалением, с интоксикацией, и часто заканчиваются гибелью человека. Помимо нарушений микроабиционоза, актуально воспалительные заболевания кишечника. Первая, наиболее часто встречающаяся проблема, это так называемый колит. Что такое колит? Это повышенная воспалительная активность в толстом кишечнике. Ну, колит встречается практически у всех, в той или иной степени, в выраженности. Почему это происходит? Опять-таки, что такое воспалительная активность? Это активность иммунной системы, которая направлена на защиту внутренней среды и защиту слизистой оболочки от тех агрессивных фактов, которые присутствуют в желудочешешем тракте. А что представляет опасность для организма с точки зрения толстого кишечника? Это бактериальные токсины, токсические вещества, которые поступают из пищи, и пищевые антигены. Поэтому, когда того, другого и третьего становится слишком много, естественно, слизистая оболочка наполняется иммунными клетками, которые продуцируют антитела, которые как раз вот наблюдаем, мы когда берем диапсию, когда смотрим наличие вот этой воспалительной инфильтрации. Как правило, колит, это всегда воспринимается с негативным оттенком. Ну, это же воспаление, да? А с другой стороны, колит – это маркер наличия проблемы, то есть агрессии. А сам по себе воспалительный процесс – это чисто неиззащитная реакция. Язвенный колит – болезнь крона. Это два сейчас очень модных заболевания, которые ставятся, к сожалению, слишком часто. Зачастую необоснованно. Но язвенный колит и болезнь крона – это эрозивное язвенное поражение. Если речь идет о язвенном колите, то оно, как правило, затрагивает сигновидную прямую кишку. А если у человека действительно имеется болезнь крона, то возникает эрозивное язвенное поражение, захватывает ту верхнюю часть толстого кишечника и проникает в тонкую кишку. То есть возникает иллиоколит. 50% сообразования грудцов на месте бывших язв. И если язвенный процесс слишком активный, то опять-таки все может заканчиваться либо резекцией кишечника, либо гибелью человека. Ну, значит, с язвенным колитом болезни крона научились бороться. А поэтому, если мы подавляем активность вот этих двух тяжелых воспалительных заболеваний, то мы наблюдаем вот эти явления, связанные с колитом. То есть состояние язвенного процесса, так называемой ремиссии. Вот в этом случае, в принципе, человек лечится практически пожизненно, принимаются препараты, которые подавляют активность иммунной системы, которые подавляют активность воспаления. Сейчас появились препараты уже как бы третьего-четвертого поколения, гораздо более эффективные, но лечиться приходится постоянно, потому что причина того и другого недуга неизвестна, а вот последствия достаточно тяжелые. Ну и, наконец, еще один блок проблем – нарушение моторики толстого кишечника. Это может быть запор, то есть нерегулярное поражение толстой кишки. Это может быть болезнь гиршпруга, это поражение нервных ганглев, которое тоже приводит к порезу мышц и в конечном итоге заканчивается нарушением эвакуации содержимого из кишечника. Это дивертикулярная болезнь, это результат дисплазии слизистой оболочки, дисплазия соединительной ткани, которая затрагивает слизистую оболочку толстого кишечника. Она истончается, становится очень ранимой, и повышение внутрикишечного давления приходит к выпячиванию кишечной стенки в просвет брюшной полости. Возникает так называемая дивертикула, то есть выпячивание. Ну, до поры до времени дивертикулярная болезнь притекает абсолютно бессимптомно, но когда туда, в эти мешки дивертикула попадают патогенные микроорганизмы, возникает воспалительное изменение, вот это может закончиться очень тяжелым явлением. Возникает болевой синдром, и единственным решением этой проблемы является, что дивертикулит лечится хирургическим путем. Удаляется тот участок кишечника, как правило, это сигмовидная кишка, где находится большая часть дивертикулов, ну и проблема, соответственно, исчезает. Наконец, очень популярным и очень известным синдромом поражения толстого кишечника является название синдром раздраженной кишки, СРК. При этом у некоторых людей возникает неустойчивый стул, с кашицеобразным стулом, с диареей, а другие страдают поносом, запором на фоне, либо поноса, либо в чистом виде, либо вот вариант, когда одно переходит на другое. Ну, причина синдрома дрожженного кишечника до сих пор не установлена. А, в принципе, этот диагноз, так называемый диагноз, я его ставлю в кавычки, он является диагнозом исключения. Когда коллапрактологи и гастрометрологи обследуют человека, не находят никаких изменений, ничего, за что можно было бы зацепиться, поставить диагноз, ставится вот этот вот диагноз синдрома дрожженного кишечника. Он считается синдромом исключения. Диагнозом исключения, когда мы не знаем, что происходит, а диагноз поставить надо, вот нашли такую вот палочку-выручалочку в виде синдрома дрожженного кишечника. Итак, поговорим о запорах. Что такое запор? Ну, казалось бы, о чем спорить? Запор – нарушение эвакуации содержимого из кишечника. Но, как ни странно, и врачи и пациенты понимают это состояние очень неодинаково. Более того, в медицине вообще имеется до сих пор несоответствие между клиническими проявлениями, то, что мы называем запор, физиологией этого процесса и то, как это понимают врачи и пациенты. Значит, запор можно объяснить так. Нарушение пассажа по толстой кишке с частотой стула менее трех раз в неделю с одним или несколькими признаками этого заболевания. А что это за признаки? У некоторых людей при дефекации мы должны очень сильно натуживаться. Это 25% людей, страдающих запором. Они натуживаются при дефекации. А 75% абсолютно не испытывают никаких проблем в этом плане. Наконец, у некоторых людей отделяется очень мало содержимого. Это тоже 25% людей, страдающих запором. Или появляется кал в виде такого овечьих, круглых маленьких образований. Называемое овечье кал. Но опять-таки, это бывает тогда, когда содержимого кишечника мало. То есть, менее 35 грамм в сутки выделяется в общей сложности содержимого кишечника. А в целом выделяется где-то от 100 и более грамм. Это нормальный кал. Наконец, есть категория страдальцев, которые после опорожнения, это тоже 25% пациентов, они ощущают, что в общем-то опорожение прошло не полностью. Что-то там в толстой кишке еще остается. И, наконец, еще одним критерием является использование слабительных. В этом отношении слабительные являются наиболее популярными, пожалуй, одними из самых продаваемых лекарственных препаратов. При этом очень многие люди лечатся самостоятельно, прибегая к помощи врачей. То есть, знают, что вот есть некие слабительные, и если страдают запором, начинают пробовать то одно, то другое, то третье. Иногда попадают в точку, но часто бывают и ошибки, и попадания. Еще один критерий запора – это небольшое количество плотных консистенция кала. При этом кал может быть твердым или, как вот овечье, фрагментированным. Вот из этого можно делать вывод о том, что у разных людей запоры протекают неоднозначно. Это значит, что причины могут быть разные, и, соответственно, лечить мы должны это тоже разными способами. Ну, какова вообще норма частоты дефекации? Сколько раз мы должны ходить по-большому в сутки? Казалось бы, тоже бы простой вопрос. Все мы, естественно, пользуемся туалетом, все мы за этим наблюдаем. И, как ни странно, вообще нормы четко не существуют. Ну, до сих пор вся медицина и отечественная, и зарубежная пользуются критериями Коннелла, который в 65-м году заявил, что в норме частота опорожнений должна быть от трех раз в день до трех раз в неделю. То есть, если посчитать это в часах, это вот интервалы между опорожнениями от 8 до 56 часов. Вот какова норма? Ну, обратите внимание, несколько дней, когда нет стула, ну, какая же это может быть норма? Это уже свидетельствует о наличии проблемы, по крайней мере, запоры. Это не запор, но проблемы все существуют. Ну, и в целом, врачи говорят так, что определение понятия запор в основном используется не в бытовых целях, чтобы помогать больным, пациентам, а в исследовательских целях. То есть, вообще, запор в медицине, это, скорее всего, такая теоретическая проблема, о которой занимаются врачи, изучают физиологию, но до прикладного применения, в общем-то, не всегда доходит. Итак, каково число людей, которые страдают запором? Ну, считают, что запором страдает 2% населения моложе 60 лет. И если человек ложится в постель, это могут быть просто операционные ситуации, тяжелые пациенты, это люди пожилого возраста, у лежачих пациентов 80% людей, лежачих, страдают запором. Какой из этого мы делаем вывод? Ну, стараться не лежать, стараться подниматься. Если вы, если тяжелые заболевания, то лежачий постельный режим приводит к еще одной проблеме, которая касается именно запора. Но, если мы эту статистику будем смотреть более подробно, то есть, поскребем по статистике, и то оказывается, что в Германии 10% мужчин и 25% женщин имеют проблемы с дефекацией. Ну, некоторым ставят диагноз запора, другим такой диагноз не ставят, но проблема существует у практически четверти всех женщин в Германии. В Великобритании, Восточный Брест, 40% мужчин, 30% женщин имеют регулярный стуль. Стало быть, 60% мужчин и около 70% женщин имеют стуль нерегулярный. Тоже имеется проблема, связанная с запором. Запор беременных. От 11 до почти, практически до 40% беременных женщин жалуются на запоры. Ну, и 87% больных раком, получающих анальгетики, опирудные анальгетики, должны в обязательном порядке принимать слабительные. Иначе они погибают не от рака, а именно от колостаза и последствий этого колостаза. Ну, отсюда еще один факт о том, что слабительные, очень распространенные лекарственные препараты. Теперь, каким бывает запор? Давайте будем разбираться, потому что проблема не такая простая, как может показаться. И решить ее с помощью, допустим, одного-двух препаратов, ну, если вам повезет и вам помогает Каскара или Началакс, слава богу, а многие можете не повезти. То есть, назначаем Началакс, не работает. Назначаем Каскару, не работает. Назначаем Локла, опять-таки, нет успеха. Поэтому в таких случаях стоит разобраться, каким бывает запор и что здесь можно предложить. Итак, наиболее подробная классификация сделана отечественным гастрометровым фроликесом. Запор делят на острый. А что такое острый запор? Ну, когда у вас он длится до трех месяцев. Если после 3-3,5 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, это уже запор хронический. При этом запор бывает первичный. То есть, причина идет как бы от рождения или от какого-то периода, когда возникает очень серьезное поражение толстого кишечника. И запор вторичный. Еще один термин, который стоило бы знать, да, хотя этот термин мало о чем нам говорит. Первичный запор – это симоним запор. Запор иногда называют врачи идиопатический. Вот. Это первичный запор, когда имеется органическая причина. Итак, виды запора. Ну, наиболее распространенный, наиболее просто решаемый запор – запор элементарный. Когда просто человек мало кушает. Соответственно, чем меньше человек кушает, тем меньше будет каловых масс. Потому что каловая масса – как раз это результат той пищи, которая до конца не переварилась. То есть, и она должна покинуть наш организм. Ну, в составе кала, кроме той пищи, которая не переваривается и не усваивается, а присутствует некоторое количество воды. Как правило, в толстой кишке из содержимого кишечника выжимается практически вся вода. Ну, и в составе кала остается где-то 100 миллилитров, ну, более 100 миллилитров жидкости. Это в норму. То есть, 100 грамм приходится только на воду. Все остальное – сухие вещества. И 50% содержимого кала – это клеточная масса кишечных микроорганизмов. 50% – это переваренные вещества, 50% – клеточные микроорганизмы. И если выжать воду, то, кажется, 100 миллилитров воды. Поэтому дефицит питания, то есть, малоежки, люди, которые пьют мало жидкости, люди, которые употребляют небольшое количество пищевых волокон, вот у них запол связан как раз с действием элементарного фактора. И решается очень просто. Нужно больше кушать. Ну, бог с ним. Кушай меньше, стул будет не раз, не один раз в день, а один раз в два дня. Но не в три или в четыре дня. Наконец, дефицит пищевых волокон решается тем, что мы употребляем продукты, богатые пищевыми волокнами. Это злаковые. Это овощи, это фрукты. Ну, у нас есть препарат Локла. Наконец, есть запор неврогенный. Не путайте это с запором психогеном. Неврогенным – это нарушение нервной регуляции кишечной моторики. Это кукулезный холецистит, язвенная болезнь, мочекаменная болезнь, опухоли мозга, инсульт. Они все приводят к нарушению нервной регуляции кишечной моторики в толстом кишечнике. Есть еще психогенный запор. Ну, начиная со стресса. Ну, стресс подвержены все, а некоторые люди с очень сильным стрессом, этот стресс приводит к нарушению дефекации. Тем более, что с точки зрения психологии, вообще дефекация – это состояние, когда человек должен опорожняться в комфортных условиях. Если существует внешний дискомфорт, это приводит к задержке дефекации, соответственно, формируется запор. Возникает свой родный условный рефлекс. Депрессивные состояния часто провестили запор. Наркомания, шизофрения. Ну, наркомания – одна из причин заключается в том, что наркомания употребляют опиоидные наркотики, а опиоиды, как фармакологические факторы, они тормозят опорожнение толстого кишечника. Ну, среди психогенов – это утренняя спешка, потому что, в принципе, опорожнение толстого кишечника должно проходить утром. В течение ночи человек отдыхает, формируются каловые массы, после завтрака возникает рефлекторное желание опорожниться. Вот это в норме, так должно быть. Если утром мы торопимся, если мы утром не позавтракали, то, соответственно, мы не опорожнились, и возникает задержка опорожнения, и регулярное такое угрожение приводит к тому, что сбивается ритмика, опорожнение возникает запор именно по этой причине. Наконец, смена ритма жизни не работает. Когда человек перелетает, переезжает из одной части мира в другую часть, мир на отдых, или уходит в ночную смену работать, опять-таки, сбивание ритма приводит к развитию психогенного запора. Гиподинамический. Возникает, как правило, при длительном постельном режиме. Мы говорили, что человек ложится, то, как правило, у 80% возникает проблема запора. Но, опять-таки, это говорит о том, что нужна физическая активность. Нельзя ложиться. Надо стараться двигаться как можно больше. Ну и, соответственно, низкая физическая активность, гиподинамия – одна из причин развития запоров. С этим бороться легко. А вот запор при воспалении кишечника, когда поражаются нервные ганглии, они могут поражаться необратимо при вове, к тому, что человек практически становится инвалидом. Наконец, проктогенный запор. Нарушение в области анального сфинктера. Это может быть и трещины, и криптит, и геморрой, и эректа цели, и выпадение прямой кишки. Естественно, все они приводят к нарушению поражения и к запору. Дисхизия, снижение чувствительности прямой кишки. Опять-таки, неврогенные поражения, повышенный тонус анального сфинктера, когда он расслабиться не может, и содержимое тонкую кишку не покидает. Механически может возникать в результате сдавление толстой кишки извне. Это может быть и опухоль, это может быть и беременность. То есть, одна из причин запора у беременных, это вот как раз механическое сдавление матки на давление на толстую кишку. Все это находится в одной области, нижняя часть таза. Аномалии развития. Аномалии развития могут быть с рождения, болезнь гиджпанга, когда поражаются, отсутствуют нервные ганглии на определенных участках толстого кишечника, и эти участки не работают, они не переносят содержимого. Это может быть мегаколон, долихосигма. Что это такое? Это расширение участков прямой кишки, сигмовидной кишки, опять-таки, по причине дисплазии стильной ткани. Формируется не с рождения, формируется на протяжении жизни, поэтому с дисплазией нужно бороться, нужно не плыть по течению, если имеются признаки дисплазии стильной ткани, то такой человек, молодой человек, уже более старшего возраста, заработает себе необратимые изменения поражения кишечника. То есть, расширение сигмовидной прямой кишки до такой степени, что там будут скапливаться калорий массы, и вывести их оттуда будет практически невозможно, потому что при дисплазии, как правило, снижена моторная активность стильной кишечника. Вот одна из причин запоров, глобальная причина – это дисплазия стильной ткани. Токсический запор тоже возможен. Отравление ртутью, свинцовое отравление, отравление талием приводят к развитию вот этого острого запора. Наконец, медикаментозный. Огромное количество лекарственных препаратов, которые могут спровоцировать и уюссилить запор. Это анальгетики, опиоидные анальгетики, это опиоидные наркотики, это холинолитики, антоциды, антидепрессанты, мочегонные препараты, которые вводят жидкость, а дефицит жидкости приводит к тому, что кал становится твердым, и, в общем-то, его вывести из толстого кишечника становится сложным. Ну и, наконец, эндокринный. Обратите внимание, гиперпаратериоз, климатерические изменения. Вот мы видим, что причин-то очень много, и надо быть очень внимательным к самому здоровью, чтобы эти причины выявлять, фиксировать, и, соответственно, делать из этого выводы. Ну и, наконец, есть разные причины, а есть сочетание разных причин, что делает запор у некоторых людей очень сложным состоянием, когда есть сочетание двух, трех, четырех, пяти, шести факторов, что, в общем-то, делает лечение запора крайне сложным. Ну и посмотрим на причины по другим углам. Это сделала врач Бутерова в 2003 году. Ну, характер питания. Недостаточно причины запора и факторы, которые вызывают этот запор. Дефицит пищи, воды, пищевых волокон. Образ жизни. Низкая физическая активность и подавление пазы в лодификации. Психогенные факторы. Стресс, депрессия, анорексия, шизофрения. Органическая патология. Ну, с этим бороться сложно, да? Полипы, дивертикулы, спайки, непроходимость. Обратите внимание, спайочная болезнь очень часто приводит к формированию запора. Наконец, болезни прямой кишки. И опухоли, и геморрой, и трещины. Эндокринные. Вот я бы здесь поставил восклицательный знак под диагнозом гипотиреоз. Гипотиреоз – состояние, которое характерно для стран континентальных. В частности, для Российской Федерации. То есть, большинство людей у нас страдает низкой активностью щитовидной железы. Не случайно, что многие из них получают дополнительный бонус, да, в виде запора. Поэтому, если у человека есть гипотиреоз, если и на этом фоне формируется запор, то бороться, прежде всего, надо с гипотиреозом. Тогда запор будет уходить автоматически. Гипокалиния. Еще одна проблема, которую медицина не замечает. Алло. Итак, что-то у меня случилось с изображением. Звук есть у нас? Еще раз хочу вас спросить. Если звук есть, изображение застыло, ну и бог с ним. Самое главное, мы даем вам картинки и рассказываем, делаем комментарии к этим картинкам. Итак, звук есть. Ну, замечательно. Тогда продолжаем нашу работу. И так, значит, гипокалиния, недостатокалия в питании. Обратите внимание, у нас, у большинства людей, помимо дефицита йода, что приводит к гипотиреозу, есть хронический дефицит магния, особенно это характерно для женщин. А магний тоже участвует в формировании запоров. То есть, дефицит магния сопровождается низкой функциональной активностью моторной функции кишечника. А там, где есть дефицит магния, есть дефицит калия. Поэтому вот на калии врачи обратили внимание, а на магния почему-то нет. Наконец, гиперпаратиреоз. А гиперпаратиреоз сопровождается увеличением содержания кальция в крови. Мы говорим, что когда у нас не хватает кальция, возникает остеопороз. А вот когда на фоне гиперпаратиреоза кальция в крови вроде бы много и проблемы с дефицитом кальция нет, вот гиперкальциния тоже является одной из причин формирования запора. Наконец, рак молочной железы тоже является результатом этого заболевания, является запор. Ну, болезни нервной системы, мы говорили, это и стресс, и рассеянный склероз, и инсульт, и болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, заболевания старческие, травмы позвоночника, которые приводят к нарушению иннервации, все они формируют запор. Снижение тонуса мышц, диафрагмы и передние брюшные стенки. Обратите внимание. Значит, сердечная недостаточность. Очень часто причина запора при сердечной недостаточности это низкая тонус мышц диафрагма. Ну, понятно, диафрагма находится под сердцем, да, поэтому при сердечной недостаточности, ну, как бы, уменьшаем нагрузку на диафрагму. Инфизема легких. Ожирение, опять-таки, сопровождается снижением тонуса мышц диафрагмы, передней брюшной стенки и мышц тазового дна. Ну, причина слабости мышц передней брюшной стенки это мышцы как раз связаны с тем, что у человека идет малоподвижный образ жизни и, соответственно, большой живот, да, избыточной массы тела и, соответственно, слабость передней брюшной стенки. Вот вам и нарушение эвакуации соединенного толстой кишки и формирование запора. А прием фармпрепаратов, ну, мы уже говорили, и диуретики, и анальгетики опиоидные, и трансквилизаторы, нейролептики, и, кстати, препараты железа. Поэтому люди, принимающие препараты железа, должны обратить внимание на состояние эвакуации съеджения кишечника. Если формироваться запор, соответственно, надо назначать соответствующие препараты, которые помогают эвакуации. Антоциды. Антоциды, содержащие алюминий, фосфор и кальций. У нас есть карбонат кальция, коралловый кальций. Обратите внимание, при запорах карбонат кальция надо употреблять в достаточной степени неумеренно, потому что карбонат кальция и избыток фосфатов питания мы употребляем фосфатами, особенно употребляя продукты животного происхождения, являются предпосылками развития запора. Итак, переходим к слабительным. Вот мы говорили о причинах, теперь давайте поговорим о том, как с этим бороться. А бороться можно, если знать, что есть в нашем распоряжении. Итак, что такое слабительное? Вообще название слабительное несколько странное, потому что вообще слово слабительное в русском языке пошло от слов послабление. Послабление значит облегчение после того, как человек совершил дефекацию. Возникает чувство облегчения, послабление, отсюда понятие слабительное. Потому что слово слабительное есть еще значение ослаблять. То есть, если мы что-то ослабляем в работе толстого кишечника, возникает запор. Вот слабительное как раз помогает это все преодолеть. Итак, какие же слабители у нас бывают? Их в основном три вида, три механизма действия. Это надо понимать, потому что это помогает нам разобраться, что в каких случаях нам прежде всего может помочь. Но прежде всего первая форма, первый механизм действия слабительного лечения объема содержимой толстой кишки. Мы говорили, что люди малонежки страдают редким опорожнением, потому что собственно нечего порожнеться. Нечему порожнеться. Поэтому чем больше объем содержимого толстой кишки, тем активнее это содержимое давит на кишечную стенку, стимулирует перистальтику, кишечную моторику и тем самым быстрее и легче облегчается выведение этого содержимого из толстого кишечника. Какие бывают слабительные, гидрофильные? Это прежде всего пищевые волокна. Это ицелулозы, гемицеллозы, бектин, и псиллиум. Псиллиум это волокна поддорожника. Обратите внимание, у нас есть препарат Локла, в основе которого лежат волокна поддорожника, и волокна поддорожника известны врачам. Они убедились, что они работают очень эффективно, и как сорбенты, и как вещества, которые связывают большое количество жидкости. еще одно очень важное положение, коль скоро мы говорим о пищевых волокнах, то назначение пищевых волокон требует увеличения употребления воды. Не менее полутора литров жидкости, если вы употребляете обычную куру пищевых волокон, потому что пищевые волокна, многие из них являются набухающими, не связывают воду, и если воды не хватает, пищевые волокна начинают выводить воду из внутренней среды организма, нарушается водный баланс, а поскольку организму эта вода нужна, то организм эту воду опять пытается возвратить в внутреннюю среду, то есть кал у нас становится очень твердым, а чем тверд же кал, тем хуже он и укулируется из прямой кишки. Поэтому соблюдение водного баланса обязательное условие назначения пищевых волокон, применение наших препаратов, которые садят пищевые волокна, прежде всего локла. Наконец, это полиэтиленгликоли, многоатомные спирты, ну это макроголи, это лекарственные препараты, мы их про них говорим, но у нас их нет. Наконец, осматические, слабительные, которые повышают содержание воды. Это могут быть соли, сульфаты, гидроксиды, цитраты магния, цитрат магния у нас есть, сульфат натрия, глоуберва, соль, все их действие заключается в том, что они связывают воду и присутствие в толстом кишечнике, они обеспечивают увеличение объема содержимого, соответственно, повышение раздражимости толстого кишечника. Есть сахар и спирты, сорбитон, манитон, лактитон, глицерин, это все пищевые субстанции, которые есть в составе очень многих биологически активных добавок. Наконец, еще один дисахарид, локтулоза, локтулоза, это синтетическое вещество, мы его не имеем, это не БАД, а вот олигосахариды, инулин, это биологически активные добавки, которые присутствуют в очень многих наших продуктах. Обратите внимание, посмотрите наше презентацию, которая касается углеводов, питания. Мы здесь перечисляем пищевые волокна и олигосахариды, которые присутствуют во многих наших пищевых продуктах. Они тоже связывают воду и тоже являются прибиотическими факторами, помогающими нашей микрофлоре, поэтому они тоже могут быть полезны при запорах. Это первая группа. Первая группа увеличивает объем содержимого кишечника, вторая группа ослабительных, это стимулирующие, стимулирующие, которые непосредственно раздражают нервные центры мышечной оболочки. Их тоже несколько видов. Это антрогликозиды, а к ним относятся алоя, сено, ревень, каракрушины или жестер. Вот у нас есть алоя, у нас есть жестер. Это каскара саграда. Считается, что длительное назначение антрогликозидов приводит к привыканию. Ну, опять-таки, из этого мы должны сделать вывод о том, что если мы страдаем запором, если мы назначаем каскару или хотим рекомендовать алое в качестве фактора, который работает в том самом направлении, то начинать надо с небольших доз. Никогда не надо злоупотреблять дозами. Если мы даем одну капсулу, и она работает, слава богу, не работает она, давайте две. Но никогда не надо начинать с двух, трех, четырех одновременно. То есть, надо назначать минимальных доз. В этом случае привыкание, оно практически не будет для нас актуальной проблемой. Наконец, производные дифинилметана. Это лекарственные препараты, это дулька лакс, это пиросульфат натрия, это фенолфталиин, который, кстати, сейчас в Америке запрещен, у нас еще продается, там он категорически запрещен, потому что он обладает очень высокой токсичностью. Ну, этот препарат фенолфталиин или пурген, известный, да, старшему поколению, сейчас он еще продается, хотя я не рекомендую его вам покупать и применять, поскольку он обладает токсичностью, во многих стернах он запрещен. Касторовое масло, касторка, да, касторовое масло тоже обладает раздражающим фактором. Желчные кислоты, гидроокиси желчной кислоты, то есть тогда, когда желчных кислот у нас много, когда мы стимулируем образование желчных кислот в нашем организме, то они тоже помогают опорожнению толстого кишечника. И, наконец, третья группа слабительных, это слабительные размягчающие. Это минеральные масла и жидкий парафин. Ну, зачастую такими размягчающими могут быть просто масляные смеси, да, это могут быть растительные масла, это масла животного происхождения, которые обладают способностью, то есть они, когда их мало, они полностью перевариваются, усыгаются, когда масла, питания человека становится много, количество переходит в качество. это масло в значительной степени не усваивается, переходит в состав, в содержимое толстого кишечника и выходит вместе с калом. То есть кал становится жирным. То есть, с одной стороны, это свидетельство, что жир вроде бы плохо усваивается, переваривается, с другой стороны, это помогает эвакуации содержимого толстого кишечника. И, наконец, огромное количество народных средств. Это семенальная тмина, брусника, отвар крыжовника, листья бунзины, крапивы. Ну, примеров может быть очень много. Загляните, в любой справочник по народной медицине, ну, десятки, сотни рекомендаций по лечению заповедов. И многие из них проверенные временем и достаточно эффективные, и, самое главное, безопасные, с минимальным количеством побочных эффектов, потому что большинство лекарственных препаратов слабительных обладает способностью оказывать негативное влияние на работу толстого кишечника. и, как считают врачи, большинство слабительных обладает примерно одинаковой эффективностью. Поэтому многие гастроэнтрологи, коллапрактологи, терапевты сталкиваются с проблемой с запором, означают препараты, ну, те, которые им кажутся эффективными с их точки зрения. При этом назначают всегда какой-нибудь один препарат. Поэтому, поскольку существует точка зрения, что все они примерно одинаковые эффективны, зачем назначать два одновременно, три одновременно, комбинировать препараты, когда все они примерно одинаковые. Вот так примерно, вот такова логика современной медицины. Это большая ошибка. Препараты разные, работают по-разному. И зачастую требуется комплексное решение проблемы. Когда один препарат у вас никогда не поможет, приходится применять несколько одновременно. Итак, классификация ослабительных. А механизм действия, основные эффекты препараты. Первая группа препаратов это псиллиум, это локла, мукофальк. Это содержит волокна подорожника. они обладают способностью связывать воду и увеличивать биомассу бактерий. Обратите на это внимание. Потому что 50% содержимого толстого кишечника это непереваренная пища, включая непереваренные пищевые волокна, которые устойчивы к гидролизу, даже бактериальному гидролизу. А вторая половина биомассы каловых кала это биомасса кишечника микроорганизм. Поэтому чем больше бактерий живет в нашем кишечнике, тем больше объем их в составе нашего кала, тем легче эвакуируется содержимое толстого кишечника. То есть пробиотики и кишечные микроорганизмы нам тоже помогают выводить холодную массу, бороться с запором. А вторая группа препаратов увеличение соматического давления. Это и расщепление сахаров на корот цепочные жирные кислоты, это действие препарата лактулоза, дюфолак, лактусан, нормазы, есть такие слабительные. Это полиэтиленгликоли, фарлакс, это соли, повышающие соматическое давление, сульфат, оксид, магния. Наконец усиление перистальтики и снятие спазма. Здесь подходит как раз жостер каскара саграда, сено, а это препараты глоксена, пульсенит, это бисокодил, это дулькалакс, лаксатил и другие препараты. Они работают несколько иначе. Они ингибируют эти фазы, заодно нарушая всасывание воды, то есть делают кал более насыщенной жидкостью. Наконец, докузат натрия, препарат, лекарственный препарат, размягчение каловых масс. Но размягчать каловые массы можно и жирными кислотами, липидами, пищевыми липидами. Есть еще один способ улучшения эвакуации, это стимуляция образования углекислого газа, как он означает бетартрат калия и гидрокарбонат натрия. Ну, наконец, минеральные масла, вазелиновое масло, которое используется и пирогальные, и водится внутриректальные, повышает содержание воды, увеличивает вязкость кала, мягкость слизистой стенки, то есть улучшает эвакуацию. То есть, видите, сколько много различных способов, которые помогают нам бороться с запором. Итак, еще одна группа продуктов называется энтрокинетики. Энтрокинетики или прокинетики, многие из вас с ними сталкивались. Это и метилспазнил, и три мегутин, и мебиверин, дюспаталин. Препараты, которые запускают активность моторики тонкого и толстого кишечника. Некоторые работают системно по всему кишечнику, другие работают по толстой кишке, то есть, они заставляют содержимое более активно продвигаться. Энтрокинетики организма перевод кишечника. Продолжение следует... Итак, перезагрузились и продолжаем нашу работу. Ну вот, энтерокинетики или прокинетики, вещества, которые запускают, ускоряют продвижение кишечного содержимого. Препаратов много, как вы видите, все это лекарства. У нас прокинетиков нет, но помогает продвижению бифидолактофлора, имейте в виду. Для этого используется, можно использовать наш препарат бифидосилус флорофонс. Обратите внимание, все эти замечательные препараты имеют очень много побочных действий. Это и тошнота, и боли в животе, и диарейный синдром, и гораздо более серьезные последствия. Но работают, и многие гастронтрологи их рекомендуют. Механизмы запора. Чтобы понять, как бороться с запором, давайте мы посмотрим на то, как у нас формируется калолинация, как они эвакуируются, от чего это зависит. Ну, начнем с того, что пища в среднем должна проходить через кишечник в течение 24 часов. Ну, тот, кто кушает и употребляет красящие продукты, продукты, которые, допустим, очень плохо перевариваются, они находят достатки пищи и гораздо раньше. То есть, 6-8 часов и уже в составе кала можно найти те продукты, которые вы съели, допустим, с утра. Но, в целом, скорость продвижения основной количества пищи – это 24 часа. Если человек складывает хроническим забором, то время транзита пищи может составлять, увеличиваться до 60 часов. Это верхняя граница нормы. От 60 до 120 часов – это считается, в общем-то, уже проблемой. Но 60 часов считается еще нормальным. Хотя, с точки зрения здравого смысла, это уже свидетельство задержки в скорости кишечного транзита. Значит, при запоре, наряду с нарушением эвакуации каловых масс, может быть, еще и снижена скорость кишечного транзита. Поэтому здесь нужно понимать, что обеспечивает нормальную работу толстого кишечника. Но, прежде всего, это объем той пищи, которую мы съедаем. Опять-таки, важность питания, количества съедаемой пищи и количества воды. А второе – сохранение функции мышечного аппарата толстой кишки, его нервации. Если это нарушается, то, естественно, продвижение по толстой кишке будет задержано. Наконец, эффективность эндокринной регуляции. И, наконец, координация работы мышц тазового дня, брюшного пресса. А это работа брюшного пресса, мышц брюшного пресса – это важная физическая активность человека. То есть, физическая активность – это стимуляция продвижения съезжимого по кишечнику. С одной стороны. А с другой стороны – это возможность эвакуации за счет работы мышц брюшного пресса. Потому что при натуживании всегда работают эти мышцы. Если мышцы слабые, то, соответственно, ждите запор. Три основных типа запора с этой точки зрения. То есть, нарушение кишечного транзита. А здесь причины могут быть как органические, так и те, с которыми легко бороться. Например, низкий уровень эстрогенов. Вот почему у женщин во второй половине жизни при климатическом состоянии, когда снижается уровень эстрогенов, соответственно, возникают проблемы с эвакуацией пищи с кишечниками. Возникают запоры. Поэтому, когда мы назначаем фитоэстрогены, один из способов борьбы с запорами – это гормонизместительная терапия с помощью фитоэстрогенов. Третье три место беременности – действие прогестерона. Это тот случай, когда у женщины для того, чтобы избежать активации мышц гладкой мускулатуры матки, блокируется работа гладкой мускулатуры тонкого и тонкого кишечника. Поэтому основная причина запора беременных – это как раз избыток гормона прогестерона. И с этим ничего поделать нельзя приходится в какой-то степени выкручиваться, используя прежде всего пищевые факторы. То есть используя те продукты, которые увеличивают объем среди жима, которые стимулируют, мягко стимулируют активность мышечных клеток толстого кишечника. Ну и наконец, желчекаменная болезнь. То есть если человек страдает желчекаменной болезнью, то не будет нарушена скорость кишечного транзита. Потому что в этом случае снижается выход желчных кислот, просветок тонкого кишечника. Нарушение эвакуации – это проблема плохих, слабых мышц и тазового дна, и брюшной стенки, снижение чувствительности. Наконец, возможно, спазмы анального сфинктера. Ну и третий вариант – это сочетание каждого из этих факторов. Как правило, у человека, который страдает запором, у большинства людей запор как бы свой. В одних одних механизмах доминируют, в других доминируют другие механизмы. Но, как правило, у большинства людей, страдающих запором, страдают разные варианты, которые запускают дефекацию. Поэтому здесь один спазмолитик, один препарат, обладающий слабительным действием, может и не сработать. Тактика лечения запоров. Ну вот это медицинская точка зрения. Здесь мы показываем точку зрения доктора профессора Белоусова Елены Александровны из Моники. Значит, алгоритм лечения запора. Первый – собираем жалобы, рассматриваем ситуацию с образом жизни человека, обследуем пациента, даем рекомендации, исключаем вторичные причины запора, боремся с гипотириозом, с диабетом, с корректированием образ жизни, образ питания, характер питания. Третий этап. Четвертый этап – естественно, врачебная тактика – это медикаменты. Адекватный выбор слабительных препаратов. Ну и основная цель лечения запора – регулярность упражнений и нормальная консистенция стула. Вот это тоже обратите внимание. Не просто, чтобы стул был достаточно частым, но и чтобы была нормальная консистенция. Ну и вообще, даже врачи обращают внимание, что вообще начинать лечить запор надо с не медикаментов, а с пищевых волокон воды, с физической активностью. Если эти факторы не работают, соответственно, прибегают врачи к чему? К литхорстам. Итак, еще одна точка зрения – борьба, последовательность в лечении запоров. Ну, поскольку запоры бывают в разной степени сложности, то все начинается с устранения причин вторичных запоров. Первый этап. А потом назначают пищевые волокна. Если они не помогают, назначают более сильные слабительные – полиэтиленгликоль, фаралакс, лактулоза. Если они не помогают, прибегают к помощи глицериновых свечей при затруднении глификации. Наконец, пятый этап. Назначают стимулирующие слабительные или даже клизну, потому что по-другому вывести содержимое из кишечника бывает невозможно. Шестой этап. Назначают слабительные последнего поколения прокинетики, про которые мы говорили, которые ускоряют кишечный транзит в толстом кишечнике. Ну и, наконец, все заканчивается тем, что если вообще ничего не срабатывает, то приходится что делать? Субтотальную колоктонию, резекцию кишечника. Нет толстым кишечником, нет проблем с заполом. Но зато есть колостома, через которую вытекает содержание толстой кишки. Толстой или тонкой кишки. Показания к назначению слабительных. Длительный постельный режим, психогенные причины, медикаментозные факторы. А вот есть еще и противопоказания, которые стоит обратить внимание. Это неясные боли в животе или острый живот. В этом случае при наличии запора слабительные противопоказаны. Наконец, желудочек, кишечные кровотечения. Пока мы не нашли причину кровотечения, значит слабительные тоже нежелательные. Острый мегаколон. Когда расширяется просвет толстого кишечника, здесь слабительные вам не помогут. И, наконец, паралич. Паралитическая кишечная непроходимость. Здесь слабительные могут привести к синоптильному искуду. Итак, начинаем обзор наших продуктов. Начинаем с локла. Почему с локла? Потому что, как мы уже говорили, лечение запора в медицине должно начинаться с назначения пищевых волокон. А локла – это комплекс пищевых волокон. 334 грамма – это комплекс волокон подорожника. В одной порции содержится 2,2 грамма псиллиума. 1,5 грамма яблочного пектина. 0,7 грамм овсяного труби. 0,7 грамм воровая камедь. 0,7 грамм акация. Гомеарабик. Это растворимые волокна из акации. И, наконец, по 0,3 грамма или по 20 миллиграмм – это брокколи, коричник китайский, куркума, розмарин, свекла, морковь, капуста и так далее. Обратите внимание, врачи назначают какой-то один из видов пищевых волокон. Или семена подорожника, или пектин, или целлулозу, или кристаллическую целлулозу. А вот локла – это комплекс разных видов волокон. В чем это важно? Дело в том, что разные волокон работают по-разному. Есть волокна, которые полностью перевариваются кишечными микроорганизмами. И в состав кала они не попадут. А есть волокна, которые практически у нас не перевариваются в кишечнике. Они как вошли, так и выходят в чистом виде. Вот как раз они-то и важны для борьбы с запорами. Потому что в этом случае они обладают способностью связывать воду, увеличивают объем содержимого, обладают раздражающим действием, помимо того, что они создают объем. А некоторые действуют напрямую, стимулируя стенку кишечника или мышечной ткани. Обратите внимание, если псиллиум, подорожник, яблочный пектин, отруби, гуаровая камедь, гумиарабик – это разные виды пищевых волокон, то как раз фито-составляющие локла – это брокколи, куркума, розмарин, свекла, морковь, капуста. Это не только пищевые волокна. Это вещества, которые обладают антисептическим, противовоспалительным действием. Спазмолитическим действием. Спазмолитическим действием обладает куркума и обладает коричневый китайский. То есть, они оказывают влияние разными способами. То есть, это комплексный препарат, который позволяет нам очень эффективно бороться с запорами. И с него, собственно, надо начинать бороться с запорами. Если вы первый раз столкнулись с проблемой запоров или начинаете активно лечиться, то начинать надо с локом, безусловно. При этом, опять-таки, имейте в виду, что базировка пищевых волокон должна быть достаточно высокой. Потому что низкое количество пищевых волокон никакого влияния вам не окажет. Потому что, например, в медицине знают о семенах подорожника. И суточная порция семян подорожника составляет 10 или 30 грамм в день. А одна порция локла у нас 2,2 грамма. То есть, мы должны употреблять до 10 порций локла в сутки, чтобы довести это до тех рекомендаций, которыми пользуются врачи. Бояться здесь не нужно. Чем больше локла при запорах, тем выше возможен эффект. Что здесь важно? Помимо волокон, а в составе локла около 4 грамм нерастворимых волокон, как раз нерастворимые волокна, они обладают устойчивостью к гидролизу. И около 1 грамма растворимых волокон. Но кроме этого, за счет присутствия фитопрепаратов, здесь присутствуют цитрусовые флавоноиды и даже индолтрикарбинол. Как раз из капусты. Рекомендация носит общий характер. Вообще локла создан американцами как способ коррекции холестерина. В переводе с английского локла переводится как лоу-холестерон. То есть назначение локла приводит к тому, что локла связывает и будет из желудочно-кишечного тракта холестерина. Но мы нашли и другое применение локла. Локла регулятор кишечного транзита в тонком кишечнике улучшает процесс пищеварения и всасывания пищевых веществ. И третья важная функция локла это борьба с запорами. Поскольку локла способствует наполнению толстого кишечника раздражающими действиями, водосвязывающими активностью. И тем самым как раз позволяет эффективно бороться с запорами. Но это еще не все. Еще одно действие локла как энтеросорбента это детоксикация организма. Вот вам пожалуйста. Первоначально локла предназначалась как фактор борьбы с холестерином. А фактически мы можем использовать локла зная его действия. Зная действия пищевых волокон и тех ингредиентов которые содержатся в составе локла гораздо шире. Кстати сказать сам сами волокна подорожника обладают способностью бороться с атомическими запорами. То есть стимулируют непосредственно стимулируют моторную активность толстого кишечника. Помимо того что просто связывают воду и создают объем. Как считают многие врачи. Для чего используют врачи пищевые волокна? Как факторы которые создают объем. Только и всего. Но забывая о том что многие пищевые волокна и многие ингредиенты обладают еще и другими механизмами действий. То есть позволяют бороться со спазмами. То есть обладают способностью спазмолитиков. Вот подорожник и локла в частности обладают такой способностью. Так одна мерная ложка. Написано на слайде. Ложка это столовая. Ну примерно да. Где около столовой ложки. Обратите внимание. Значит теперь рекомендации. Ну рекомендации стандартно один раз в день. Развести в одном стакане холодной воды. Ну естественно мы можем развести в стакане. Мы можем значит локла замешать в состав допустим каши. В состав какого-то напитка. Не обязательно это может быть вода. Да самое главное то что если вы принимаете локлу. То обязательно должно быть один-два. Дополнительно один-два стакана воды. Если вы употребляете обычную дозу локла. Если локла больше то воды соответственно можно замешать гораздо больше. Это первый шаг в лечении проблемы запора. Второй шаг. Каскаро-Саграда. Каскаро-Саграда ну очень популярен у нас. Один из наиболее продаваемых препаратов. Что говорит о том что Каскаро-Саграда работает. А что такое Каскаро-Саграда? Это крушина пурша или жостер. Это синонимы. Ну не все виды жостера достаточно эффективны. Здесь используются разные виды жостера. Американцы выбрали как раз жостер пурша. Жостер пурша древесное растение известное очень давно. Кору которого американцы и американские индейцы употребляли как слабительный. Называли даже его священной корой. То есть действие его известно было в народной медицине уже на протяжении нескольких сотен лет. При этом что интересно свежая кора у вас работать не будет. А будет вызывать очень сильную диарею и интоксикацию. Поэтому собранную кору выдерживают около года. Высушивают. И ее диспердируют. Делают порошок. И в таком случае она работает как слабительный. Можно применять. Проглатывать кору. Когда она будет у вас работать. Сам организм будет экстрагировать вот эти антрогликозиды. Которые собственно являются стимулятором кишечной моторики. Либо можно делать в форме отвара. Или экстракта. Значит что здесь работает. Здесь работают производные антрогликозидов. Имадин и хризофановые кислоты. Которые действуют непосредственно на рецепторы толстого кишечника. Усиливают перистальтику. Но при этом не действуют на другие отделы кишки. И на матку. Поэтому Каскару Саграда можно назначать беременную женщину. Значит оказывается очень сильный слабительный эффект. Но слабительный эффект возникает не сразу. Возникает через 8-10 часов. То есть вечером Каскара утром стул. Утром Каскара вечером стул. Вот примерно так же как у Ильфа и Петрова. Про стулья. Значит. Жостер считается одним из лучших средств при лечении хронических запоров. Ну одним из самых эффективно слабительных. В литературе можно встретить упоминание. Что назначение Каскары может вызвать привыкание. Ну этот факт известен. Поэтому начинать надо с минимальных доз. Не злоупотребляя высокими дозами. Но если доза требуется более высокой дозой. Безусловно мы должны ее применять. Но злоупотреблять не стоит. Наконец еще одна особенность. Которую можно встретить в литературе. Это якобы риск развития онкологии. И поражения тонкого кишечника. Могу успокоить. В работах клинических исследованиях. В работах на теплокровных животных. Такого эффекта замечено до сих пор не было. Поэтому Каскара считается безопасным и безвредным. А сено. Потому что в составе сена. Сено тоже находятся похожие гликозиды. Сено гликозиды. Вот сено как раз обладает токсическим действием. Поэтому сейчас. Если уж речь идет о сене. Как аналога Каскара Саграда. То используют в основном очищенную сену. А неочищенная сена дает такие негативные реакции. Значит опять-таки. Суточная терапевтическая доза. Кары Жостера. Составляет 6 грамм. У нас. 100 капсул. И каждая капсула содержит 390 миллиграмм. То есть до терапевтической дозы. Нужно в общем-то еще расти и расти и расти. То есть назначать можно по одной капсуле. По 2 капсулы. По 3. По 4. То есть до 6 грамм. Но мы. Я так думаю что мы не доберемся. До 6 грамм как терапевтической дозе. Значит применяется. Опять-таки рекомендация дается средняя. По больнице. Да. Одна капсула 2-3 раза в день. Во времени еды. Но. Имейте ввиду. Что вообще в принципе. Каскару можно назначать даже один раз. То есть назначается 1-2 капсулы. Допустим вечером. Утром мы ожидаем стул. Или если мы хотим переструить ритмику. Назначаем в течение дня. Тогда к вечеру к концу дня будет стул. Но вообще стул должен формироваться в начале дня. После ночного отдыха. А продолжительные приемы считают что 1 месяц. Через 2-3 месяца можно сделать. Можно повторить. Но опять-таки. Если речь идет о хроническом запоре. Стойком запоре. То применять приходится практически постоянно. И наконец. Следующий препарат. Это третий кит. В нашей борьбе с запором. Это Нечелакс. Нечелакс. Комплексный продукт. Обратите внимание. Это и кора крушины. В основе лежит кора крушины. 196 миллиграмм. Действие крушины мы уже говорили. Но здесь ее усиливает корень солодки. 65 миллиграмм. Комплексный перец 22 миллиграмм. Имбирь 22 миллиграмм. Ревень 11 миллиграмм. И дальше по 11 миллиграмм. Идут пырей. Клевер. И вот вам комплексный препарат. Под названием Нечелакс. Опять таки. Обратите внимание. Действие многоплановое. С одной стороны. Каскара усиляет перистальтику. Стимулирует секрецию. Замедляет всасывание воды. То есть делает кал более мягким. Корень солодки. Сам по себе оказывает легкое слабительное действие. Но самое важное. Что он стимулирует секрецию слизи. То есть облегчает дефекацию. Облегчает опорожнение. Более того. Корень солодки. Обладает еще спазмолитическим действием. Единственное ограничение. Здесь не рекомендуется употреблять корень солодки беременными женщинами. Поскольку корень солодки должен спровоцировать спазм гладкой мускулатуры матки. Но опять таки. Обратите внимание. В разовой терапевтической концентрации 1 грамм корня солодки. А у нас 60 миллиграмм. То есть доза вполне безобидная. Вполне безопасная. Так. Появились вопросы. Давайте мы ответим на эти вопросы. Как правильно пить утром или вечером локла? Ну вообще. С какой целью вы ее пьете? Во-первых. Локла мы пьем с разными целями. Во-первых. Борьба с холестерином. Это безусловно. Тогда мы принимаем, естественно, в течение дня. Можно пить и на ночь. Почему на ночь? Потому что ночью усиливается эндогенный биосинтез холестерина. Соответственно, холестерин этот будет экстрагироваться в желудочно-шечный тракт. И здесь связывается с локлом, будет выводиться. Это речь идет о борьбе с холестерином. Если мы используем локла как источник пищевых волокон, а собственных пищевых волокон из пищи мы здесь по каким-то причинам не применяем, то в этом случае, естественно, локла употребляется вместе с пищей. Вот вы позавтракали, пообедали, поужинали, употребляем локла с целью улучшения работы кишечника. Если речь идет о запорах, то, естественно, локла можно употреблять в течение дня, потому что каловая масса формируется на основании той пищи, которую вы употребляете. Поэтому локла идет вместе с пищей. Здесь не надо его употреблять отдельно. Но иногда локла употребляет как фактор, который, заполняя желудок, создает чувство насыщения, тем более вы пьете стакан или два стакана воды, разводите локлу, употребляете локла, локла заполняет желудок, снижается аппетит, и человек меньше съедает пищу. Речь идет о снижении массы тела. Вот еще одно направление применения локла. Поэтому в этом случае, естественно, мы назначаем локла по-разному. Но в целом вместе с пищей. А вот Каскару, конечно, надо лучше пить где-то под вечер, чтобы утром сформировался стул. Возможно ли эффект привыкания при постоянном применении Каскара-Саграда? Считается, что такой эффект возможен. Но давайте мы посмотрим на наших партнеров, которые пьют Каскар-Саграда. Что они скажут на этот счет? Приходится ли увеличивать дозировку Каскара и насколько приходится увеличивать? Но в целом рекомендация для того, чтобы не было привыкания, речь идет не только о Каскаре, речь идет о многих биологически активных субстанциях и лекарствах. Не стоит злоупотреблять сразу высокими дозами. Начинать надо с минимальной дозы. И смотреть, как она будет себя вести. Если минимальная доза вам помогает, не надо форсировать события, не надо назначать по одной капсуле 2-3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день за один прием. Всегда надо начинать с минимальной дозы. В этом случае, естественно, эффект привыкания будет сведен к нулю. Стоит ли обязательно делать перерывы приема? Но опять-таки, все зависит от ситуации. Если запор не сильный, не тяжелый, то, естественно, можно попытаться обойтись без слабительных. Попытаться снизить, убрать слабительные. Попытаться решить задачу более простым путем за счет, допустим, тех же самых пищевых волокон, водного режима, физической активности и так далее. Но если запор серьезный, то как только вы прекращаете прием слабительных, у вас он возобновляется, какой-то тогда смысл его лечить. Если мы должны сначала лечь, а потом делаем перерывы в лечении, а проблема возвращается буквально на следующий день. Поэтому здесь надо подходить именно с этой точки зрения. Легкие запоры можно делать с перерывами, можно отказаться даже на какое-то время приема сильных слабительных. Но если запор серьезный, если он тяжелый, то, естественно, слабительный приходится применять. Причем мы можем комбинировать наши БАДы и с лекарствами слабительными, допустим, с локтулозой, с полиэтиленгликолем, с другими продуктами. Попробуйте и так, потому что зачастую, не всегда наши БАДы могут при всех ситуациях. Как видите, заборы очень сложные в ситуации бывают. Очень много причин. И первичные, и вторичные причины, и врожденные причины. Поэтому зачастую бороться бывает сложно. Я не сторонник выбрасывать лекарства с корабля современности, употребляя БАДы. Да, делаем основу, начинаем с биодобавок, естественно, да. Но если БАДы не помогают, приходится прибегать лекарства. А в крайних случаях, конечно, приходится даже прибегать к хирургическим операциям, как бы этого не хотелось. Иначе в ряде случаев побороться, победить тяжелый запор, связанный, допустим, с анген-ганглиозом или другими тяжелыми нарушениями, например, с тем же самым дивертикулярным. Дивертикулитом практически невозможно без операции. По жилым более показаны Каскары или Нечелакс. Но опять-таки, начинаем. Вот у нас есть как бы... Сейчас, подождите. Сейчас мы дойдем до наших рекомендаций по тактике. Итак, Нечелакс. Борьба с запором с помощью биодобавок. Основная стратегия. Стратегия заключается в том, что желательно найти причину. Устранить вторичные причины запоров, которые связаны с сопутствующими заболеваниями. Потому что, если мы их не лечим, то борьба с запором в связи с его в труд. Поэтому обращайте внимание на запоры, связанные со вторичными причинами. Когда у вас есть гипотириоз, когда у вас есть, допустим, холецистит, когда вы применяете лекарственные препараты, которые блокируют кишечную моторику и так далее. И, опять-таки, последовательно подбираем препараты. Начиная, еще раз хочу подчеркнуть, с минимальной дозы. Подбираем препараты индивидуально. Потому что у каждого у нас запор протекает по своему. У каждого человека свой запор. Применяется последовательно. Начинаем с Локла. Дальше применяем Каскару. Если Каскара не срабатывает, подключаем Нечелакс. Иногда можно, во-первых, от Локла никогда не стоит отказываться. Даже если вы начинаете с Каскары, употребляйте параллельно Локла. Просто Локла усилит действие Каскары. Наконец, если Каскара не помогает, попробуем Нечелакс. При этом можно использовать, оставить и Каскару, и Локла. Вот действие в такой последовательности. То есть, Локла, Каскара, Нечелакс. Вот моя точка зрения. Дополнительно, опять-таки, мы употребляем бифидофилус флорофорс. Потому что увеличение количества бифидобактерий, а бифидофилус флорофорс увеличивает количество и бифидобактерий, и лактобактерий. Вот, и в составе бифидофилус флорофорс содержится как раз олигосахариды, которые стимулируют активность бактерий, а бактериальная масса помогает эвакуации содержимого кишечника, имейте это в виду. Ну, и здесь я ставлю знак вопроса перед 5-гидроксидтрептофоном, потому что, ну, маторная активность стимулирует серотонин, который вырабатывается в кишечнике гормоненными клетками. Этот серотонин взаимодействует с серотонинными рецепторами, и как раз один из вариантов развития события стимуляции кишечника, моторики кишечника за счет стимулирования серотонинных рецепторов. Здесь может нам помочь 5-гидроксидтрептофона, потому что речь как раз идет о рецепторах, которые связаны как раз с действием именно 5-гидроксидтрептофона. Здесь, в данном случае, речь идет не о трептофоне, а о его метаболите, 5-гидроксидтрептофоне, который непосредственно взаимодействует с рецепторами, стимулируя активность моторики толстого кишечника. Итак, для детей в такой же последовательности, конечно, в такой же последовательности, всегда начинаем с питания, с организации питания ребенка или взрослого человека, с водного режима, с физической активностью, не забывайте об этом, да, бесплатный совет. То есть, всего лишь надо активно двигаться, тогда и проблемы с запором будут протекать гораздо мягче. Запоры беременных. Два последних слайда. Беременность. Запоры беременных иногда увеличиваются до 62%, то есть более половины беременных в той или иной степени страдают запором, что является, в принципе, естественным, потому что запоры беременных всегда вторичны. В период беременности происходит, во-первых, ослабление автоматической ритмической деятельности кишечника, повышается порог чувствительности в рецепторах мышечных клеток, да, и формируется гипотоническое состояние. Это защитная реакция для того, чтобы не спровоцировать гипомоторную активность в матке, чтобы сохранить плод. Приходится жертвовать моторикой кишечника. Вот почему у многих женщин возникает проблема с запором. Более того, если беременная лежит на сохранении, а это постельный режим, проблема запора выходит на первое место. Вот, более того, в первой половине беременности, да вообще на протяжении всей беременности, активно секретируется прогестерон. Прогестерон расслабляет и снижает тонус гладкой мускулатуры. Вот еще одна из причин беременности. Рекомендации. Что они, во-первых, не рекомендуют? При беременности не рекомендуют подбить крепкий чай, кофе, какао, шоколад, белый хлеб, мучные продукты. Здесь идет черника, брусника, продукты, вызывающие повышенное газообразование. Бобовые, яблочный, виноградный сок. Но опять-таки это не значит, что нельзя пить яблочный сок, да? Просто нужно пить его в больших объемах. То же самое касается виноградного сока. Ну, не рекомендуют употреблять лук, чеснок, редьку, редис, как факторы, которые содержат, в общем-то, эфирные масла. Что рекомендуется? Есть чаще небольшими порциями, не напрягая желудок, не напрягая кишечник. Включать в пищу продукты высоким содержанием волокон. Естественно, должен быть пищевой режим, питьевой режим от 1,5 до 2 литров жидкости. При этом рекомендуется при биотике. Бифидофил слуарофорс не помешает никому. Ни детям, ни взрослым, ни беременным, ни пожилым людям. Это от него будет только польза. Плюс дозерно-физическое навозка. Тревние растительные сборы. Ну, известны такие рекомендации. Семена тмина, семена укропа, кора крушины, да, это каскара саграда. А кожуар апельсина, плоды черной гузины, цветы ромашки, бессмертника, листья сены, мяты, колени валилияны. Из сухофруктов, ну, известные народные рецепты, это чернослив, инжир курага. Во-первых, это источник пищевых волокон. Во-вторых, это фактор, который стимулирует моторную активность. За счет именно стимулирующего действия. И ограничение применения традиционных слабительных. Обратите внимание, ограничение применения традиционных лекарственных слабительных. Мы выкручиваемся за счет народных средств. За счет растительных, более безобидных слабительных. Значит, раздражающие слабительные, если в этом есть необходимость, ну, рекомендуют сену, и бейсокодилы, и кастровое масло, и коралловарскую соль. Но, опять-таки, это может спровоцировать рефлекторные сватки. Или вызвать секретурную диарею. Антрохиноны, это Каскара-Саграда, да. Асматические, асматические, значит, слабительные, могут вызвать риск развития отеков. Поскольку они требуют употребления большого количества жидкостей. Хронические запоры пожилого человека. Ну, в Соединенных Штатах, вот, я предложу статистику, 4,5 миллиона пожилых людей страдают запорами. Затраты на лечение запоров и недержание кала, потому что пожилых людей возникает еще одна проблема на ходе запоров. Это каломазание, то есть недержание кала, то есть сфинктер прямой кишки может быть открыт. Или плохо закрывается, низкий тонус. Проблема оборачивается затратами 8 миллиардов долларов. Немного, немало. Ну, причины запора. Причины запора возрастные. Замедление транзита пищи по толстому кишечнику. И по тонкой кишке, и по толстой кишке. У многих это касается именно замедления транзита, прежде всего, сигмовидной прямой кишки. Они отвечают за поражения, за дефекацию. Наконец, уменьшается выработка кишечных нейропептидов, регулирующих дефекацию. Среди этих нейропептидов серотонин. Это пиогидрофситриптофаль. Наконец, снижение давления внутреннего наружного анонима сфинктеров, что особенно характерно для женщин. Для женщин характерно и недержание мочи, и недержание кала. И здесь как раз нужны тоники препарата, которые повышают тонус мускулатуры. Наконец, для пожилого человека, который всю жизнь страдал запорами, а в пожилом возрасте эта проблема обостряется, потому что возникает явление привыканного. Вот почему мы говорим, что надо стараться чередовать, может быть, разные препараты для лечения запоров. И стараться не злоупотреблять высокими дозами. Может быть, иногда с этой точки зрения есть смысл делать перерывы. Мы говорим, можно ли применять постоянно. Желательно применять постоянно, если проблема не уходит сама по себе. Но если она уменьшается, то, конечно, лучше делать перерывы. То есть здесь надо экспериментировать, наблюдать и фиксировать. Если удается уменьшить дозу, уменьшаем дозу. Если мы через некоторое время можем прожить без слабительных, живем без слабительных, делаем перерывы. В этом случае привыканий у нас не будет. Негативные действия длительного применения слабительных. Иногда назначают препараты магния, магнезия. Очень хорошее слабительное средство. Но может вызвать гипермагнинию и риск развития комы. Препараты сены, которые содержат антрогликозид, аналогичные каскари. Сена как раз чревата нарушением работы кишечника. И даже обсуждается риск развития онкологии. За каскарой этого не замечено. Минеральные масла могут вызвать липовидную пневмонию. То есть увлекаться им не стоит. Истечение жира из анального канала. Ну и фосфат натрия. Фосфаты это риск развития язвы толстого кишечника. Вот это негативные действия длительного приема вот этих видов слабительных действий. Теперь что рекомендуют наши гастронатурологи. Лечить запору пожилых людей. Это точка зрения профессора Асфольда Ивановича Парфенова. Пищевые волокна. В первую очередь отруби. Целулоза 1-2 грамма в сутки. Увеличивает массу фекалий. Семена подорожника 2-3 грамма в сутки. В пересчете. Посчитайте сколько в пересчете налогов. Удерживает воду и не дает выдереться газом. То есть семена подорожника обладает способностью увеличивать объем содержимого, связывая воду. И блокировать образование газа. Что нежелательно для пожилых людей. Но имейте ввиду, что действие волокон подорожника может начинаться не сразу. Поэтому Каскара имеет латентный период. В отношении стимуляции опорожнения толстый кишечник это 8-10 часов. Но от начала применения до эффекта может пройти 5-7 дней. Вот об этом говорит профессор Парфенов. Поэтому если вы назначаете Каскару. Не ожидайте быстрого эффекта. Эффект может возникнуть через несколько дней. При тяжелых заборах мы усиливаем действие пищевых волокон. Действие Каскара с орбитолом, лактолозой, полиэтилем, гликолом. Поэтому вынуждены употреблять большое количество жидкости. А при медленном транзите, конечно, мы должны обязательно сочетать пищевые волокон с соматическими слабителями. С прокинетиками, о которых мы здесь говорили. То есть вот таким вот образом решается проблема запора пожилых. Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого страдальца, человека, который имеет запор, запор свой. Не похоже, может быть, друг на друга. Поэтому, естественно, надо подбирать продукты, надо подбирать дозировки, надо экспериментировать, надо наблюдать. Ну и, соответственно, мы гарантируем решение этой проблемы в большинстве своих случаев. Но, еще раз хочу подчеркнуть, есть очень тяжелые ситуации, сочетанные тяжелые поражения кишечника, нарушения моторики, нарушения, связанные с диспользией средней ткани, которые, естественно, будут решаться очень тяжело. И ни Каскара, ни Ночелакс, ни Локу здесь могут вам и не помочь. То есть надо прибегать к более серьезным препаратам. Вот это надо иметь в виду. Но, еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда начинаем с фитопрепаратов, всегда начинаем с наших биологически активных добавок. Вот, и только после того, как мы исчерпали возможности биодобавок, мы прибегаем к лекарству. Никогда не стоит начинать с лекарств. Это, в общем-то, плохая примета. Ничего хорошего здесь не будет. Сколько граммов семян подорожника в столовой ложке? Локла. Ну, взвести примерно. Я сейчас точно не помню. Посмотрите в нашем справочнике от АДЕ. Там, по-моему, указано количество, сколько должно вестить. Но, в конце концов, можно взвестить. Сейчас у многих есть весы, поэтому на этот вопрос легко будем ответить. Итак, наша сегодняшняя лекция, посвященная запорам, закончилась. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, вы извлекли массу полезной информации. Еще раз хочу подчеркнуть, эту презентацию мы можем выслать, если она вам интересна. Вы можете ее скачать, посмотреть еще раз на нашем сайте, еще раз прослушать, еще раз разобраться. Информации очень много, поэтому вот так вот сходу на слух воспринимается материал непросто. Но, если вы еще раз прочитаете, пересмотрите, то, я надеюсь, вы разберетесь. Мы вам предоставили самую последнюю информацию, информацию надежную, информацию проверенную, из научных источников. Интернета мы здесь, в данном случае, не пользовались. Еще раз благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Итак, если вопросов нет, до свидания. Всего вам доброго, до новых встреч.